Алиса, представься, пожалуйста. Я Алиса, 20 лет занимаюсь играми. Меня зовут Алиса Чумаченко, 20 лет занимаюсь играми, их разработкой. Последние три года занимаюсь искусственным интеллектом в сфере игр. А почему ты сейчас работаешь, почему это самая важная вещь, именно искусственный интеллект? Я работаю в своей же, мною созданной новой компании, которой три года. Она называется Госудата Лаб, и у нее есть два основных продукта. Первый продукт – это голосовой ассистент тренировочной платформы для геймеров, госву.ai. Он доступен сейчас на двух языках, на английском и на русском. До конца года будет доступен на китайском, немецком, французском, испанском, португальском. С ним очень классно играть, без него играть хорошо, а с ним играть вообще отлично, весело и клево. Он дает всякие умные подсказки и делает просто сам опыт игры гораздо прикольней. А второй продукт, который есть в этой компании – это платформа персонализации данных игроков. И, собственно, это B2B-направление, которое мы развиваем для того, чтобы сделать игры еще интереснее, а уровень сатисфакции от этих игр еще выше. А скажи, пожалуйста, а чем… ну, какая следующая большая big thing случится в гейминге, на твой взгляд, в следующие 2-3 года? И почему именно ты переориентировалась на ассистента и искусственный интеллект? Насколько я знаю, что вы тоже, Сэма Альтмана, использовали OpenAI. Расскажи про этот опыт еще. Ну, я еще… я помню, я три года назад где-то там на GDC, это Game Developers Conference, это самая большая конференция в западном мире про игры, рассказывала с трибуны про персонализацию в играх. Я вообще считаю, что следующая большая штука в играх – это как раз не какой-то там VR и AR, которого все никто не дождут, никто никак не дождется, и это не какой-то там киберспорт, который все никак не случится, как рынок, а это, собственно, персонализация игр и искусственный интеллект в гораздо большей степени, чем он сейчас в играх есть. Я, наверное, про кейс там, возможно, еще буду в течение интервью много рассказывать. Я вообще считаю, я даже евангелист этого, я считаю, что игры научатся поворачиваться к игроку и разными своими гранями, в зависимости от того, кто в них играет. И это моя мечта, которую я еще три года назад замечтала и решила реализовать в жизни. Вот. И я надеюсь, что Госфудатлаб будет одной из первых компаний, которые это реализуют. Вот. И когда вы будете заходить в какую-то игру, игра, зная, как вы играете, зная ваши предпочтения, преференции, будет вам показывать более релевантный контент, играть будет интереснее. Скажи, а кто такие большие конкуренты сейчас в данный момент в отношении к твоей идее? И в целом на кого стоит посмотреть вообще в искусственном интеллекте? Ну, я думаю, что с точки зрения голосового ассистента в играх, я бы сказала, что Госуя имеет очень большую фору по отношению к тем конкурентам, которые есть. Они у нас очень все маленькие и все где-то там года два-три назад от нас отстают. Мне даже в какой-то момент кажется, что, знаешь, бывает, что стартапы быстрее рынка. Вот. Мне кажется, что мы немножко быстрее. Это же минус, а не плюс. Вот. Если говорить про платформу персонализации данных, то тут самые наши конкуренты – это внутренние data science команды больших корпораций, потому что мы, собственно, хотим это для больших компаний делать, для больших игр. Вот. И нам довольно сложно с их отделами конкурировать внутри себя, потому что большие корпорации давно уже посадили какие-то там отделы по сохранению данных. Никто до сих пор особо не знает, что с ними делать. Ну, более-менее научились делать предиктивную аналитику, а вот там внедрять какие-то прикольные кейсы боятся. Вот. Я вообще, если честно, иногда думаю, что нужно действовать от обратного. Нужно игры строить над нашей технологической платформой, а не нашу технологическую платформу в игры внедрять. Вот. Но мы начну строить. Это следующий шаг. Это, наверное, следующий шаг. Но для меня лично это следующий шаг. Мне бы хотелось этим заняться. Я думаю, что в недалеком будущем уже начну делать игры над платформой. Вот, кстати, у меня к тебе такой вопрос. Скажи, какой самый такой неожиданный совет ты когда-либо получала, пока ты создавала бизнесы в гейминге? Ну, если говорить про бизнес, именно про бизнес, то мне кажется, самый... Вообще, причем, неважно, про гейминг или какой-то, самый классный совет, который я когда-либо получала, звучит как «не бывает хороших сделок». Если сделка хорошая для какой-то одной стороны, значит, кто-то кого-то обманул. Сделка для обеих сторон должна быть, ну, с натяжкой более или менее окей. Тогда это идеальная сделка. Этот совет мне дал Грегори Фингер. Слушай, а часто ребята еще спрашивают, как им не бояться потерять контроль над своей компанией, когда к тебе на определенных раундах присоединяются инвесторы, и у тебя довольно-таки сложный борт, и, ну, я не знаю, есть ли какой-то план B, как строить отношения и как не бояться потери контроля? Ну, вообще, мне кажется, что... Ну, вообще, во-первых, начнем с того, что ни на каком вопросе не бывает правильных или неправильных ответов, да, и для фаундеров, для любых, это может быть по-разному. Кто-то боится потерять контроль, потому что он, в принципе, склонен все контролировать, а кто-то, например, считает, что контроль — это дополнительное обременение в бизнесе, и когда контроль у твоих партнеров, это, с одной стороны, сложно, возможно, потому что они могут тебе что-то навязывать, но, с другой стороны, для многих это может быть гораздо проще, потому что вся я ответственность тогда у того, у кого контроль. Вот. Поэтому я бы предложила бы сначала посмотреть на этот вопрос с другой стороны тоже, а не хотели ли бы вы, чтобы контроль был у ваших партнеров, потому что в случае критической ситуации, если у вас контроль, то и виноваты, и вы разруливать вам, и решать все вам. И либо это для вас очень-очень важно, и тогда вы фокусируетесь на этом, пытаетесь это все-таки удержать как-то в своих руках, и считать, что это у вас бизнес, тогда нужно максимально, возможно, это отвоевывать. То есть первый вопрос, который нужно задать себе честно, а тебе нужен этот контроль или нет, который обычно не задают. Почему-то все привыкли считать, что как бы контроль, я должен сохранить контроль, я должен сохранить контроль, это вообще на самом деле не всем подходит, на мой взгляд. Я, например, к контролю отношусь очень своеобразно, я как раз не считаю, что это какая-то там критичная вещь, я всегда прошу voting power больше, чем контроль. То есть я могу быть и миноритарным акционером в каких-то бизнесах, мне совершенно не обязательно быть контролирующим, даже в своем собственном, но мне очень важно, чтобы решения по бизнесу, какие-то основные я принимала сама. Или чтобы у меня был voting power в борде, чтобы я могла это решение пропушить. Ну, как у Цукерберга, да, у него же никогда не было контроля акции у Фейсбука, а то у него был всегда voting power. В геминсайте у меня тоже так было, то есть пока я в нем была, у меня был voting power 90%, то есть практически любое бизнес-решение я принимала сама. Решения, которые принимаются в Бордом, у нас были прописаны отдельно, ну, там, вот. А что касается акционерных историй, это другая часть, ну, вторая. Скажи, а вот, допустим, представься, что тебе сейчас 25 лет, да, а лучше даже... А у меня есть 25, кто тебе сказал, что мне больше? 25, и какое поколение ТикТока или поколение Робин Гуд. Дай себе совет, какой бы ты сейчас основала компанию или чем бы ты сейчас занималась, какие бы у тебя были приоритеты, кого бы ты читала, ну, как бы строился твой лайфстайл, возможно, для того, чтобы... Или какие качества ты бы развивала для того, чтобы преуспеть? Я, во-первых, бы ничего бы не меняла в своей жизни и в своей бизнес-жизни, это совершенно точно. То есть я бы не давала себе никаких советов из серии, там, иди в другой бизнес, иди в другую сферу, вот это вот все точно не про меня. Вот. Мне очень нравится моя история. Вот. Я бы себе порекомендовала быть пожестче и быть поувереннее. Быть поувереннее? Поувереннее? Да, поувереннее. Поувереннее, пожестче, да. Мне кажется, что мы, особенно женщины, часто в бизнесе сдаем немножко от синдрома самозванца, ну, и я, в частности, очень от него страдаю. Вот. И вот мне кажется, что от него избавляться надо было раньше, вот, а не сейчас. Теперь, значит, когда там начинается так вот, вот думаю, а достойно ли я, вот я такие проекты большие там рисую сейчас в голове и на бумаге, вот думаю, а вот как же, а вот что, тут очень много денег, это, наверное, вот не мой, наверное, уровень, а потом думаю, окей, а чей тогда? Ну, если это не твой уровень, то чей? Вот, ну, я не знаю, какой конкретно совет, но вот такой, чтобы, наверное, вот этот вес появился бы пораньше у меня. Было бы здорово. Я думаю, я больше не смогла бы достичь. Но ты бы продолжала бы делать и советовала бы ребятам сейчас смотреть на там, где очень высокая диджитализация и где искусственный интеллект. Я вообще советую делать то, что ты любишь и то, что тебе нравится. Наплевать на диджитализацию, как бы реальный мир тоже никуда не делся и деньги в реальном мире тоже никуда не делись. Я бы советовала делать то, что нравится. Я, например, люблю искать окна возможностей. В какой-то момент я, ну, то есть для меня это интересно, в какой-то момент я поняла, что я люблю искать окна возможностей и на игровом рынке, потому что я люблю игры, и потому что накопленный мной опыт в этом бизнесе имеет очень большой вес, и это помогает бизнесу. И поэтому я решила, что я никуда из игр не денусь, не хочу заниматься ничем другим, хотя у меня были попытки такие в сторону немножко убежать. Вот. И вообще всем я рекомендую слушать себя. Если вернуться к твоим инвесторам сейчас в новой компании, у тебя довольно-таки там диверсифицированный такой профайл, расскажи, как, или дай совет, как лучше сейчас фандрайзить во время кризиса. Я знаю, что ты в любом случае, ты помогаешь проектам, и ты сама тоже инвестируешь. Дай, пожалуйста, такие свои небольшие, возможно, ориентиры, потому что мне еще кажется, что есть определенный психотип фаундеров, и я думаю, что не зря фонды в тебя проинвестировали. Ну, то есть есть определенный матч, в который надо делать. Ну, во-первых, тоже опять, очень сложно давать какие-то general советы, ну, потому что это слишком general, да, и нужен индивидуальный подход. Я помогаю, да, предпринимателям, ко мне иногда обращаются стартапы, я в качестве хобби, у меня нет других хобби. Вот, я помогаю им заниматься, в частности фандрайзингом тоже. И у меня очень большой нетворк, поэтому я могу представить, это классно и для моего нетворка, и для ребят. Ну, и как-то добро немножко отдаю в мир. Вообще состояние, текущее состояние венчурного рынка, оно, как и состояние любых других рынков, сейчас отмечено печатью неопределенности. Это самое важное, что нужно знать. В целом состояние, естественно, хуже, потому что состояние неопределенности ведет за собой гораздо более серьезный выбор проектов, в которые инвестируются, меняются стадии, венчурная стадия, как бы сдвигаются, хочется увидеть какие-то уже метрики, хочется увидеть какие-то тенденции и прочее. Вот, все инвесторы поделились на смелых и не очень, и это не всегда зависит от того, даже кто управляет фондами, это зависит от пожеланий каких-то LP, от направленности фонда и так далее. Некоторые уже перебороли в себе страх и начали искать новые возможности, переформатируются и так далее. Но в любом случае, что бы ни происходило, это состояние неопределенности. При состоянии неопределенности фондрейзинг – это непредсказуемая штука, вообще непредсказуемая. Поэтому сейчас я бы сказала, что деньги поднять очень сложно, и какие-то обычные, привычные какие-то вещи не работают, но работают, классика вся работает. Надо хорошо готовиться, надо делать хорошие презентации, нужно смотреть свои бизнес-модели четче, нужно четче понимать, что ты делаешь, а самое главное – четче понимать, зачем тебе деньги. Вот, то есть основные правила не изменились, поднять, не поднять, не поднять. В обычной жизни ты никогда не знал, поднимешь ты или нет. А в текущей ситуации очень сложно. Знаю точно, я считаю, что оффлайн никуда не делся, и основная большая проблема – это дожимать сделки, неважно любые какие, по фондрейзингу или просто по бизнесу, какие-то большие сделки, они все дожимаются на личных встречах все-таки. Вот, и из-за этого тоже процент уменьшается, вероятности поднять деньги. И я рекомендую в текущей ситуации тратить свое время больше на тех, кто знает вас лично. То есть если у вас есть какой-то уже нетворк из фондов или инвесторов, с которыми вы уже общались и лично общались, желательно пообщаться с ними сначала и упор делать на них, и продавать именно им, потому что вероятность поднять от каких-то новых фондов по Zoom, ну, это так себе. Какие ты считаешь качества предпринимателей токсичными? И то же самое в инвесторе? Я вообще думаю, что не бывает неправильных или там токсичных каких-то предпринимателей или инвесторов. Я думаю, что есть предприниматели-инвесторы, которые подходят друг к другу, а есть предприниматели-инвесторы, которые не подходят друг к другу. Это как в браке, то есть для кого-то это токсичные отношения, а для кого-то это кайфовые отношения. И одни и те же отношения могут быть разными в разных браках. Вот то же самое с инвесторами. То есть если цели, задачи, внутренние опоры, какие-то идеологии совпадают, то, скорее всего, будет комфортно и хорошо. Если не совпадают, то будет тяжело, но это совершенно не значит, что это невозможно. Я бы сказала, что инвестора своего нужно очень сильно уважать и очень много оказывать ему внимания, ни в коем случае об этом не забывать, если со стороны фаундера смотреть, потому что это важно. А какая должна быть культура в команде? Идеальная, ты считаешь? Ну, то есть, возможно, она больше характерна с определенными твоими правилами, потому что сейчас это крайне важно, особенно после ковида. Культура в команде должна быть такая же, как культура у основателей компании, потому что я считаю, что любая команда, любая компания несет в себе ДНК ее основателей и ДНК людей, которые ей управляют. Поэтому та культура, которая комфортна основателям и людям, которые управляют, будет комфортна для всей команды. Людей нужно подбирать под себя. Опять, не бывает неправильного ответа. Нельзя сказать, окей, вот давайте у вас в компании будет нетоксичная культура. А если фаундеры токсичные? Ну, вот они просто, может быть, веселые, токсичные, агрессивные пираты и хотят, чтобы у них в компании было так же. Это правильно. И пытаться им навязать культуру толерантности, мягкости, быть такими, но они не смогут, они пойдут против себя. Поэтому считаю, что культура в команде должна быть такая же, как в голове у фаундера. А скажи, в твоем кейсе, насколько было просто или непросто общаться с американскими инвесторами? Легко ли сейчас это сделать? И насколько именно в твоей нише будет проще построить компанию Unicorn? Если ваша компания физически, если фаундеры и место интереса фаундеров, как в юридической технологии, место интереса, ваши дети живут в Москве или в Лондоне или еще где-то, значит, вы живете в Москве, в Лондоне или еще где-то. Если вы физически не находитесь в Штатах, то общаться с американскими инвесторами – последнее дело. Ну, опять, это не значит, что невозможно поднять денег от американских фаундеров в европейский стартап. Ну, в русский невозможно, в европейский возможно, но очень-очень сложно и совершенно маловероятно. Все же американские фонды не особо смотрят на Европу. У них свой домашний рынок очень большой. Если у них специального фокуса на эти страны нет, то, скорее всего, приоритет вам будет последний. Поэтому я рекомендую смотреть больше в европейские фонды. Да, если у вас есть американская компания, то да, почему нет? Ну, как бы, американские фонды для американских компаний. Все работает. Скажи, а вообще, насколько паттерны пользователей и гейминг-индустрии изменились после начала ковида? Нам повезло, как всегда. Гейминг, он плох тем, что это такое. Инвесторы говорят, лучше в казино сходить. Это контентный бизнес, очень непредсказуемый, очень высокорисковый. У него есть большой-большой плюс. Во времена кризисов, вообще неважно каких, гейминг растет, потому что это самое дешевое развлечение. Водка и гейминг. Даже кинотеатры падают, а гейминг растет. Потому что, кажется, я не буду тратить деньги, посижу-ка я дома. Дома же тоже надо как-то развлекаться. Сейчас растет еще и всякая стриминговая ТВ, и всякие платформы киношные. А гейминг в этой ситуации растет всегда. А в состоянии ковида, конечно, он растет еще больше, потому что, мне кажется, ломается такой барьер, важный очень. У кого есть дети, те меня понимают. Но, типа, надо вынуть у ребенка из рук айпад и занять его чем-то другим. Но это же, ты же хороший родитель, ты должен это сделать. Но в процессе, значит, когда ты находишься дома, в двухкомнатной квартире, двухкомнатных апартаментов, ты сделать этого не можешь. Потому что тебе нужно работать, потому что ребенок, ты наконец-то познакомился со своим ребенком, и, значит, ну, с ним тяжело. Поэтому вот это вот количество времени, которое ребенок проводит за девайсами, вот эта тема играть, было как-то очень плохо, потому что все были заняты, ездили там, не знаю, детей возили куда-то. А сейчас все сидят дома, и вроде уже не так и плохо играть. И, в общем, и нервы тут целы у всех, и все заняты, и, может, еще что-то полезное из этого получается. Вот, этот барьер, он сломается. Игровая индустрия последние 28 лет растет каждый год, и ни разу не остановилась в росте. Будет продолжаться этот рост, и в связи с ковидом он будет еще больше, еще мощнее. Вот, поэтому, ну, вот, хорошо все у нас. А помнишь, еще был большой микс с криптой, и появились всякие там криптокоты и так далее? Куда пойдет вообще в целом гимминговая индустрия? Как она будет связана еще с какими-нибудь цифровыми деньгами или с самим финанс цифровым? Ну, как-то связана, как-то она связана будет с цифровыми деньгами. Про цифровые деньги важно сказать, что ценность виртуальной валюты, игровая индустрия, поняла еще до того, как появилось вообще само понятие виртуальной валюты где-то в других индустриях. Потому что мы-то знали, насколько она ликвидна. Вот, она очень ликвидна. И, соответственно, игровые компании умеют с ней работать, понимают эту экономику игровую. И именно самое важное, ключевое, понимает ее ликвидность. В крипту, как в рынок, я, как сказать, я считаю, что это серая зона. Как только это серая зона, я не играю в серой зоне. Поэтому я небольшой специалист в этом и не особо готова про нее рассуждать. Пока она находится в серой зоне и не зарегулирована, она, в общем, там находиться и будет. Как какое-то влияние на игровую индустрию существенно она не окажет, потому что мы не знаем ни одной большой официальной игры какой-то такой, которая бы стала с этим развлекаться. Как только... Я, наверное, больше верю, чем не верю, что движение в эту сторону будет. Я верю в то, что там можно что-то делать. Но сама я пока на серой зоне в это никак не играюсь. Поэтому как-то все документировать не готово. А вот когда у тебя начинается буми в определенной индустрии, и у тебя начинается просто гиперрост, у тебя есть какие-то такие ноу-хау? Ну, так во многих, наверное, стартапах, не только. То есть туда халкер относится, эвитейшн. Есть ли какие-то такие ноу-хау и советы, как справиться именно с гиперростом, проблемы роста? То есть у тебя не просто компания разоряется, когда ты начинаешь преследовать другие цели. И вообще, как ты считаешь, куда перейдет... Когда вот бычий рынок, он перейдет в рецессию? То есть какие будут дальнейшие развития проходить именно в гейминге? Ну, гейминг не демонстрирует никакого супербурного роста. Гейминг просто демонстрирует рост на протяжении 28 лет стабильный. Какой-то там прирастает на сколько-то процентов, там, до 10 каждый год. Сейчас, наверное, вот за этот год прирастет больше. Ну, и, возможно, там прыжочек, небольшой скачок сделает. То есть сама индустрия, она не показывает никакого. Бурный рост был в ней, когда появились смартфоны, и на них появились игры. И вот этот бурный рост мы за 10 лет пережили. Что касается того, как компаниям расти, когда у них, когда они чувствуют бурный рост. Во-первых, в первую очередь не сопротивляться. Потому что я знаю очень много компаний, которые на большом росте начинают сопротивляться этого росту. Типа, ой-ой-ой, мы так быстро, мы не успеваем. Мы не успеваем там, вот это не успеваем сделать. Мы пока не будем так расти. А наоборот, стремиться его ускорять. И быть очень внимательным, конечно, к проблемам внутреннего роста. Быть очень флексибл и меняться. Это очень такой простой, наверное, банальный совет. Но очень не пытаться, наверное, в этот момент как-то устанавливать какие-то правила. Если устанавливать, то на очень короткий промежуток времени. Быть очень-очень флексибл. И если вы чувствуете, что вы не справляетесь с ростом, искать людей, у которых есть опыт прохождения вот этого пути, там вот таких цифр до таких цифр, и брать их консультантами на работу как угодно, чтобы они помогали с этим ростом справиться. Какие сейчас технологические тренды еще существуют? И расскажи побольше о ваших кейсах вот именно в искусственном интеллекте. Да, расскажи, пожалуйста, о ваших кейсах в искусственном интеллекте и вообще в целом о трендах, которые ты видишь в технологиях. Про искусственный интеллект, как я уже сказала, я увлечена идеей персонализации. Ну вот вообще эта компания началась со смешной очень истории. Она началась с меня и моей попытки поиграть в Лигу легенд. Кто играл, тот знает, это MOBA Massive Online Battleground Arena. Это такой жанр. Он довольно сложный, игры в этом жанре сложные, играть в них очень complicated. Надо поучиться и понять вообще, как в них играть. Это стратегии сложные. А я в такие игры играю не очень хорошо, потому что я все-таки больше casual игрок. Для меня вот всякие матч-3, там пузырики, вот это все больше про меня. Я играла хардкорно в ММО, но в свое время. Но сейчас у меня ни времени нет, ни сил. Ну, в общем, я решила поиграть 3 года назад в League of Legends. Я была увлечена темой киберспорта, что там происходит, еще чем-то. В общем, решила, надо посмотреть, что происходит. И вот я, значит, там, я купила новый PC, все новые наушники, там, новую гарнитуру, все такое крутое. Села поиграть, значит, там, скачивала эту игру целой сутки, и, в общем, запустила ее. И у меня был там такой момент, когда там появился экран, и на экране была, значит, написала Лиса, у вас есть 30 секунд, чтобы выбрать чемпиона. Этих чемпионов на экране было 112. И у каждого свои скиллы, статы, роли, там, направлений. В общем, их реально 112 и 30 секунд. Я, значит, поняла, что мне нужно это все закрыть, пойти читать всякие гайды, смотреть видео всякие, что они вообще себя представляют, эти герои, и так далее. Вот. И я тогда поняла, что вообще в подобных играх, в сложных играх я почти всегда выбираю персонажи, которые первые не атакуют первыми, потому что у меня очень плохой микроконтроллинг, и мне неудобно. Я выбираю персонажей, которые либо лечат, либо стреляют из-за угла, то есть они помогают. Вот. И я поняла, что из этих 112, там есть, ну, примерно 5-7 персонажей, которые мне подходят по роли, потому что я всегда выбираю именно таких. И что мне нужно среди 112 найти вот этих 5. И тогда я подумала, что если бы игра знала мои данные, если бы она знала, что я в эти игры всегда играю именно этими героями, она могла бы мне, они могли бы захайлайтить мне просто эти 5. И если бы это был голосовой ассистент, который сейчас, ну, это очень прикольно, когда ничего не было, а сейчас есть, а сейчас есть, когда Госсу сказал бы мне, «Алиса, не волнуйся, ты всегда играешь этими персонажами, выбирай вот этого, и пойдем с тобой играть. И дальше делай вот то, вот это». И так я придумала, собственно, компанию «Госсу Даталаб», которую, так я проинвестировала свои первые деньги, и так это началось. И я до сих пор верю, что это работает, и уже сейчас там с голосовым ассистентом можно это сделать. Если вы играете со снайперской винтовкой и в Counter-Strike, то вероятность того, что вы возьмете снайперскую винтовку в PUBG, очень-очень высокая. Если вы играете персонажами танк, которые ведут всегда вперед в атаку и держат на себе агро мобов, и вот это все делают, вы почти всегда будете выбирать этих персонажей. Если вы играете лекарем в какой-то ММО, вы чаще всего будете выбирать лекаря в какой-то ММО. И это паттерны, которые формируют, ну мы это называем такой фингерпринт, отпечаток игрока, зная который, мы можем делать вот этот вот experience лучший, кайфовый. Подсвечивать тебе снайперскую винтовку в магазине, давать тебе тот танк, на котором ты привык и любишь ездить, любишь на быстром, вот смотри, вот это быстро, и мы тебе это подсветим. То есть делать чуть-чуть легче твой вот этот опыт прохождения, вот, и чуть дальше, возможно, чуть интереснее, потому что мы понимаем, что интересно конкретно тебе. Вот, в это я верю, эти кейсы уже в некоторых, мы уже тестовую платформу интегрируем, в некоторых играх это начало появляться, я прям дико-дико-дико в это верю, и у меня спустя, я не делала игры с 2014 года, у меня появилось желание делать игры, но и мои игры будущие, все будут именно такие, которые будут уметь подстраиваться под игрокам. Слушай, а какой еще, какой следующий шаг еще для твоего искусственного интеллекта? Сейчас практически вся индустрия AI, любая, ну там, любой сектор, какой ни возьми, она находится в стадии проверки кейсов. То есть мы говорим, что да, AI это очень круто, а конкретно что? Что можно делать такого с датой? Что а, улучшит метрики, б, улучшит, там, не знаю, монетизацию, целый, улучшит пользовательский опыт. И дальше начинается, давайте возьмем вот конкретный, вот этот конкретный кейс, там, не знаю, подсвечивание оттока, например, да, или предупреждение, предупреждение об оттоке. Он может быть как в играх, так и в банке, например, да, что вот сейчас этот клиент хочет закрыть свой аккаунт. Давайте ему что-то предложим, что-то другое, чтобы он не закрыл. Давайте в играх ему перекинем куда-то или предложим ему что-то, чтобы он не закрыл. Вот этот кейс, он работающий уже во многих структурах, неважно, во многих вертикальных, и рынок подтвердил, что он работает. То есть его интеграция и автоматизация, она стоит того, чтобы его внедрять. То же самое в играх по любым другим кейсам. То есть мы придумаем, выходим на какой-то, с какой-то идеей, говорим там, окей, кейс матчмейкинга, чтобы делать более релевантными команды, чтобы увеличить пользовательский сатисфэкшн. Проверили кейс, работает, интегрируемся. И дальше. Вот мы находимся, мы, в смысле, индустрия, и в играх тоже, находимся в состоянии проверки этих гипотез. Это состояние у индустрии продлится еще года два. После чего, как в аналитике, мы будем уже знать там, какие есть основные кейсы, которые работают, какие есть кейсы, которые не работают, сколько стоит это все внедрить. Ну и они будут уже повсеместно дальше внедряться и появляться. скажи, а кроме работы с ассистентом и с войсом, будешь ли ты усложнять в сторону аналитики видео и конкурировать как-то с другими компаниями, которые точно так же в гейминге будут уже мачур, то есть у них будет тоже больше кейсов, и как, на твой взгляд, выстроится стратегия самой индустрии за два года? Слушай, ну, очень сложно сказать. Вообще, ну, как бы все в технологиях так быстро меняется, и что нужно быть очень флексибл, поэтому сейчас строить какие-то планы на десятки лет, это очень глупо. Года на два, а год на два у нас есть чем заниматься, мы проверяем различные гипотезы. И проверяем различные гипотезы, и проверяем, улучшаются ли метрики от этого. В целом, я считаю, что внедрение наших кейсов и нашей платформы может увеличить все метрики. Retention, все конверсии, ARPU увеличить, ну, и как следствие, увеличить lifetime value в любой практической игре. И сейчас мы этим занимаемся. Я больше чем уверена, что в ближайшие два года мы будем заниматься именно этим. У нас есть, если говорить о голосе и о технологиях, мы не делаем никаких новых технологий. Мы делаем продукт, используя технологии, которые он the cutting edge. Да, мы сейчас работаем, то есть голос госу, ассистента работает сейчас на Facebook Mixer, и мы, да, подключаем OpenAI, сейчас их платформу к, собственно, к распознаванию голоса и к ответам нашего ассистента. Будет появляться что-то новое? Будем пробовать подключать что-то новое. Знаешь, меня интересует еще, как это работает с точки зрения еще нового тренда на DeepFake, и, соответственно, вот эти довольно-таки сложные технологии, которые, ну, больше, наверное, ущерба приносят, потому что там же еще всякие фейк-ньюсы и так далее, и так далее. Слушай, ну, к нам это никакого особенного отношения не имеет, мы этим не занимаемся, еще раз говорю, мы, как сказать, ничего такого особенно не делаем, а делаем просто из тех технологий, которые есть на рынке. Наверное, все эти DeepFake-овые штуки, они тоже двигают технологии вперед, и, наверное, там, частично что-то из этого мы, наверное, тоже как-то будем использовать. О визуализациях голосового помощника мы думаем, но это очень сложный вопрос для всех, мне кажется, кто работает с голосовыми помощниками. Вот, мы еще тоже не знаем, как к нему подойти, но зато задумали его характеризацию, то есть мы будем кастомизировать его характер, и хочешь ты играть с клевой чикой или хочешь играть с таким поручиком, который тебя подбадривает, будешь выбирать сам чувство юмора, там, агрессивность, его токсичность. Но сейчас очень смешно, что поскольку игровой комьюнити, оно токсичное, например, очень, вот, и как раз Facebook Mixi позволяет довольно токсичным его оставлять, то есть он может нормально по мамке там послать, в общем, бездоров. Это весело. Слушай, а насколько поменялась, кстати, вот эта вся парадигма, связанная с комьюнити, с гейминговым комьюнити, и насколько вообще все это поменялось в сторону как раз после ковида? Оно никак не поменялось, как было, так и осталось. Геймерская комьюнити, как было токсичным, так токсичным и осталось. Чем хардкор не играть, тем токсичнее комьюнити. Да, еще, знаешь, еще интересно, сама технология именно искусственного интеллекта будет у тебя предполагаться, чтобы все-таки АИ был в сторону творчества еще? Может ли он каким-то образом додумывать и что-то дописывать? Ну, как я уже сказала, все будет очень сильно зависеть от технологий, которые появятся на рынке, и все, что будет, все, что мы сможем для него использовать, мы будем использовать. Сейчас он умеет классно отвечать, довольно релевантно, не только на игровые темы, но и на разные другие. И в целом, вообще, если про голосовых говорить, как раз большие голосовые помощники, я имею в виду, такие мультифункциональные, условные, там, Алекса, Алиса, Сири, они как раз сейчас начинают уже в ниши заглядывать, то есть им нужны нишевые голосовые помощники, вот как Госсу, например, которые, мы, кстати, сейчас обсуждаем тему в несколько известных внедриться, чтобы в момент, когда ты разговариваешь про игры, они переключались, переключали тебя на Госсу, и дальше уже Госсу с тобой разговаривали. Это интересно было бы. Ты помнишь, у вас еще в Прибалтике был просто огромный центр для стартапов из параллельных ниш, допустим, как там, альтернативные источники энергии, у вас 3D-принтинг был. Расскажи, как будут развиваться именно, если говорить про европейские стартапы, такие будут тренды в образовании, в Гринтеке? Если ты имеешь в виду техпарк в Вильнюске, то это проект, который я придумала, вот, и проект, который мы с Игорем Моценюком вместе реализовали, он в него проинвестировал, и да, он отлично себя чувствует, в нем очень много стартапов, движуха там, там реально очень классно. Что я думаю про тренды вообще? Там была просто работа техника, помнишь? То есть ты довольно-таки много... Да, я помню. Я занималась, да, два года этим вопросом. На инфекция, насколько ты считаешь, она могла бы быть как альтернативная для твоих интересов и для тех, что ребята могут тоже в этом направлении что-нибудь поделать? Потому что ты получила большую экспертизу там тоже. Ты знаешь, я получила экспертизу достаточно для того, чтобы понять, что я хочу обратно в игры. и для того, чтобы понять, что инвестировать в любой возможный хардвер, включая робототехнику всякую, я не готова, потому что у меня недостаточно опыта. Поэтому мне сложно на эту тему рассуждать, правда. Я не думаю, что я в этом вообще какой-либо эксперт. А если говорить про миллениалов, расскажи, насколько поменялось следующее NACS-поколение? Как ты себя чувствуешь, когда начался вот этот весь ТикТок бум? Слушай, ну, чтобы понять, как вообще, ну, какое это поколение и как мы сильно отстаем от этого поколения, сейчас я палюсь, наверное, да, сильно про возраст, нужно поставить себе снэпчат, как бы, все сразу тебе станет понятно. Вот. Кому снэпчат заходит, тот нормальное поколение, вот, молодое, который сотрет нас с лица земли. А тому, кому ничего не понятно, то тот вот, это мы. Ну, шутки шутками, просто, мне кажется, что сейчас поколения-то меняются тоже каждые 2-3 года, то есть, если раньше мы говорили поколение, это десятилетие, да, то сейчас у кого есть дети, тоже замечают, разница между детьми, там, 3-4 года, и это разные поколения, вот. Что это значит? Это значит, что еще больше турбулентности на технологическом рынке, еще больше новых всяких будет возникать трендов, каких-то интересных историй, нужно быть очень внимательными к ним. Я очень много общаюсь, стараюсь общаться, а, еще прикольно, что раньше у меня в компании работали 24-летние, вот, а теперь у меня тоже работают 24-летние, но они уже на 2 поколения назад, вот, и это уже совсем новые, молодые, опытные, более опытные и классные люди. А сколько сейчас в команде у тебя? 25 человек. Вау. И сколько из них вы отдали предпочтение ребятам именно 24-25 лет? Все почти, ну, ну, самые старые мы с партнером, все до 28. Скажи, а если говорить о вот этой новой тенденции, у нас появилось, ну, по крайней мере, в Нью-Йорке, да, и в Соединенных Штатах большое количество миллениалов-инвесторов, это просто связано как раз с тенденцией инвестиций, как Робин Гуд. Все должно быть алгоритмически просто. И представь себе, что из-за того, что случился ковид, конечно, вообще инвестиционная составляющая, она очень сильно молодеет. Дай такой свой личный совет, как аккумулировать свой капитал, делать какой-то трежери, дай какие-то свои советы, как ты поступаешь со своей доходностью. Я не уверена, что я хорошо поняла вопрос в плане миллениалов. Я даже не знаю, что сказать, ну, в смысле, это хороший тренд, прикольный, но, как мне кажется, есть базовые законы мира, которые никто не отменял, и с появлением ковида сейчас, они только усугубили свое влияние, скажем так. То есть, есть базовые вещи, которые от нас никуда не денутся, и ковид как двинул что-то вперед, так и задвинул что-то назад. То же самое с шерингом иконами, ковид, я думаю, сейчас отбросит прям нормально так на несколько лет назад. Вот. Вообще, довольно быстро, когда это все закончится, я верю, что это закончится скоро, вот, это все вернется в обычное состояние. Скоро это в течение года или больше? Я думаю, в течение года, да, но вряд ли больше. Скажи, а если говорить про какие-то новые стратегии, новые бизнес-модели, ты сказала как раз про шеринг-экономику, она же пришла 8-10 лет назад, во время предыдущего кризиса. И как ты думаешь, какие могут еще появиться новые бизнес-модели? Не знаю. Если бы знала, бы проинвестировала в них. Но меня, меня занимает сейчас очень сильно, знаешь, какой вопрос, он очень сложно мне описать, меня занимает вопрос глубинной интеграции, многоуровневости различных приложений и сервисов. и то, что наши стремящиеся делать, захватывать рынок различные компании большие, называют экосистемами, когда говорят, окей, я там условный Яндекс, да, я там вертикали закрываю, или не важно, там Яндекс, Вер, ну, кто угодно, ну, если про российский рынок говорить. Я вот, ну, это все, там, стратегия как бы ясна, а мне больше интересно сервис в сервисе, в сервисе, когда ты играешь в игру и одновременно голосовым ассистентом заказываешь себе пиццу, например, да, или там платишь маме на карточку, деньги кидаешь, да, или там еще, и вот я никак, я для себя не сформулировала какой-то теории, пока куда это будет двигаться, но мне интересно, как глубоко и как далеко это может зайти, и как несовместимые, в принципе, вещи могут совмещаться в одном сервисе. Уходишь, на самом деле, в комьюнити и в нишевость, то есть у тебя есть определенная группа людей, и ты совершенно в этой экосистеме, как ты сказала, ты совершаешь все операции, финансовые операции. и следующий шаг, платформ, понимаешь, знаешь, раньше все говорили, о, мы должны стать платформой, мы должны там открыть разработчику доступ, и все, то сейчас у нас появляются платформы в платформах, ну, возьми тот же Роблокс, например, то есть это платформа на платформах, вот, и насколько, мне интересно, насколько глубоко вот этот тренд пойдет, а почему не может быть платформе в платформе в платформе в платформе, да, и подсоединенные ко всему, ко всему, ко всему, ко всему, вот эта множественность меня занимает. Но в противном случае ты сейчас говоришь про контентную индустрию, которая именно на определенную, на определенную специфику людей ориентирована, Ну, почему? А сервисное так же работает примерно. Почему я не могу из приложения какого-нибудь банка вызвать такси, например? Что мне мешает это сделать? Но в целом... Почему я не могу, например, иметь этот стрим сейчас в каком-то мессенджере, а не на отдельной платформе где-то, которая... Почему мы с тобой не в WhatsApp это делаем? Ну, понимаешь, да, о чем я говорю? А потом вот мы еще с тобой это делаем, а еще прямо здесь мы можем опять-таки вызвать такси. Ну, потому что, допустим, ты сама привела пример, что ты соединяешь, возможно, такие ниши, которые еще регламентируемы законодательно. Ну, допустим, финанс. Мы же себе не можем себе представить, что мы находимся с тобой в игре, которую создал Chase Bank, правильно? Почему не можем? Можем. А еще мы можем представить, говоря об образовании, что... Или, говоря, Face Recognition, то есть там... Ну, очень много банков ввели сейчас Face Recognition, да? И почему я не могу разговаривать с тобой, отправить маме там пенсию, которую я ей там кидаю каждый месяц, когда мое лицо сейчас смотрит в эту камеру? Ну, в чем проблема? Проблемы нет. Ну, то есть, да, конечно, естественно, есть какие-то регуляции, есть какие-то стопы у этого всего, но мне интересно это то, что это размышление, которое меня занимает, как глубоко это может зайти, насколько множественно это может быть. Нет, это будет супер. То есть, вот, которая очень защищена, такая как гейминг. И там ты просто используешь все возможные технологии и всевозможный контент, и ты просто, как ты сказала, просто по сути не выпускаешь человека из этого бабла, правильно? То есть, ты даешь ему education, ты даешь ему пение, ты даешь ему... Да, в мультиверсы я тоже очень верю, да. Слушай, а скажи, пожалуйста, что произойдет, на твой взгляд, с теми индустриями, которые попали как раз-таки под больший удар? То есть, да, это всего... Ну, во-первых, ты сама сказала, что это шер экономика, то есть экономика станет другой. И плюс, что связано с тревелом... Недвижка снова, снова, как всегда, снова на коне. По Нью-Йорку я этого не вижу. Я просто вижу какую-то вообще просто очень большую драматургию. И это еще связано как раз не только с Airbnb, но и в целом с тревелом. Ты правильно сказала, с офисными пространствами. Наверняка про WeWork и так далее. Во-первых, я из тех олдскульных чуваков, которые считают, что без личной встречи ничего не работает, я считаю, что все вернется. Я считаю, что ковид очень сильное влияние окажет, конечно, на рынок всяких этих коворкингов и вообще офисов в целом. То есть многие большие компании переформатируют свое отношение к офисам в целом. Но я думаю, что они никуда не денутся, они просто станут меньше, и люди отойдут от этих вот своих мест постоянных. Они больше превратятся в коворкинги. Так это дешевле, эффективнее. Я верю, что процент работающих людей на удаленке станет больше. На самом деле это тренд не ковида, это тренд последних нескольких лет. То есть я вспоминаю, 10 лет назад в моих компаниях было только несколько человек, которые вообще могли работать удаленно, а всех остальных нужно было пинать из-под палки. Сейчас этот процент выше просто в среднем по IT-компаниям везде. То есть распределенные команды, это уже как бы нормально. Он будет расти, но драматического... Я вообще в драматические сценарии не очень верю, никогда не верю. Всегда есть баланс, обратно что-то оттянет. Изменения будут определенно, но не такие драматические, как часто их рисуют, как мне кажется. А индустрии, которых обратно отбросила, что с ними будет? Ну, что-то будет, кто-то переформатируется, тоже больше, что-то новые идеи какие-то придумают. Плохо им, жалко их. А как это происходит еще с точки зрения Кремниевой долины, которая сейчас уже не Кремниевая, и как вообще работать вместе и акселерировать какие-то проекты? Представь, если бы половина твоей команды сидела бы, ну, то есть по всему миру. Половина команды моей сидит по всему миру? Так вот. Что? Ну, что она сидит по всему миру? Да, но ты понимаешь, у тебя раньше были определенные хабы технические, да, которые тебе нужно было посещать или геймеры? Ну, они останутся. Они все равно, ты понимаешь, останутся, да? Ну, однозначно, я уверена. Да, я уверена, они останутся, они никуда не денутся. Ну, в ближайшие пять лет точно никуда не денутся. Слушай, а как ты относишься к большому тренду, который тоже в США начался, именно компакт-инвесмент? Когда, по сути дела, создаешь какой-то проект, с одной стороны, с точки зрения того, что это выйдет на IPO, и там будут очень хорошие цифры, да, как Impossible Food, например. И с другой стороны, ты делаешь какую-то полезную для комьюнити и сообщества. Ну, как я должна относиться? Я хорошо отношусь, позитивно, все молодцы, здорово. Классно, когда ты можешь принести еще какую-то пользу миру и обществу. Но это не как бы... Ну, у вас есть на радарах такие проекты? В Европе? Или в гейминге? Как это может быть в гейминге? Ну, я считаю, что у гейминга самая большая синергия в ближайшее время, она с education связана, ну, во многом, если говорить об импакте каком-то положительном. Вот, наверное, в ту сторону я бы смотрела. Вот. На радарах проектов таких нет. Сама я не могу сказать, что сильно очень этим занимаюсь. А какой у вас кейс мог бы быть как раз-таки с синергией с education? Content education и... Слушай, но... Дело в том, что... Вообще многие считают, и я в том числе, что геймификация не имеет почти ничего общего с играми, это так и есть. Ну, то есть это разные вещи, и это очень сложно смешивать. Но я думаю, что поскольку рынок education растет, и, кстати, у нас один из инвесторов, Bright Eye Capital, они как раз инвестируют во всякие такие educational стартапы. Вот. У них очень много интересных проектов в портфолио. Поскольку он растет, появится очень много кейсов с двух сторон. Первое, educational стартапов, которые используют геймификацию. И второе, игр, именно игр, которые направлены на education. Это две разные вещи, два разных рынка, но они как-то вот стремиться будут в одном направлении. И это круто. Мне очень нравится эта история. Я думаю, что я, может быть, даже в ближайшие несколько лет попробую что-нибудь в этом направлении сделать, потому что меня это интересует. Мне очень понравилась твоя идея еще с экосистемой, где существует огромное количество таких масс-адапшенов, технологий к финансу. Мне вот эта идея очень понравилась. И именно идея, которая связана с контентом, с генерацией определенного типа игр. Слушай, Алиса, ты, конечно, гений. Хорошо, последние четыре-пять вопросов, они должны быть как блиц. Ответь мне, пожалуйста, на них одним словом или двумя-тремя. Как бы ты объяснила слепому человеку, что такое красный цвет? Кровь. Окей. Какой твой самый большой страх? Умереть. Какой твой самый глупый поступок, совершенный в предыдущем бизнесе, в предыдущем проекте? Каждый раз это сделать новую компанию. Какое твое самое главное качество? Выживаемость. Какой твой самый главный недостаток? Все контролировать. Хорошо. Если бы у тебя была бы одна мечта, и она бы смогла осуществиться, что бы это было? Блин, у меня столько много мечт, и они все осуществляются. Это пипец. А чтобы это было, чтобы это было, не знаю. Не знаю. Сейчас это персонализация в играх, пусть будет. Хорошо. Какое самое главное качество в женщине? Самодостаточность. Потому что, как в мужчине. Хорошо. Что важнее, слава или богатство? Богатство. Твое самое любимое занятие? Работать. Созидать. Если бы ты не была собой, то кем бы ты хотела бы быть? Каким ты персонажем? Моей дочкой. Вау. Твой любимый литературный герой? Моу. Нет, нет. У меня нет любимой литературы. Реальных персонажей. Кто твой такой вот любимый персонаж? Из реальных людей, в смысле. Да. В бизнесе Дмитрий Гришин. С кем бы ты хотел? У него сегодня день рождения, кстати, поэтому он мне на ум пришел, наверное. Поздравляем Дмитрия Гришина. Скажи, если бы у тебя была возможность поужинать с любым человеком из ныне живущих, кто бы это был? Это был бы Паул Мирлаки, основатель, чувак, который сделал Oculus. Хорошо. Команда или технология? Команда. Амазон или Apple? Амазон. Венчурный капитал или кэшфлоу? Кэшфлоу. Алиса, спасибо большое. Ты просто зарядила наше сегодняшнее Нью-Йоркское утро. Желаю хорошего продолжения недели. Желаю вам красивой осени. Да, приезжай к нам в Нью-Йорк поскорее. И классных проектов. Как только откроют границы, я сразу приеду везде. Слушай, я хочу сделать еще небольшую такую панель про искусственный интеллект. Я хотела бы, чтобы ты присоединилась, позвать американцев. Хорошо. Поговорить о вашем опыте и новых тенденциях. Спасибо. Про искусственный интеллект всегда. Спасибо тебе большое. Спасибо. Было очень здорово. До свидания. Все, могу отключаться. Спасибо.